Спасибо, Глаз. Мафия открывает глаза. Как вы чувствуете? Состояние легкости, мысли не беспокоят за счет переключения на дыхание, ослабления тела и улыбка естественная. Поделитесь, у кого есть такие ощущения прямо, которые не хочется поделиться, не стесняйтесь. Спасибо, Алиса. Репрессия. А-а-а, я знаю. Вы, потому что вы открыты. Это чакра. Теперь вы чувствуете чакра открыт. Но вы не чувствуете чакра. Чакра не имеет, вы иностран. Вы десердите, что вы проживаете. Мастер говорит, что очень важно не быть серьезными. Если вы серьезны, мы чувствуем, что там открывается, что там открывается, что там открывается. Вы видите, ребенок один или два года, он не ущется, но у него автоматически и чакры работают, они открыты. А-а-а, ну вот, да, то есть, ребенок маленький, скажет ли он, или он смеется, балуется. Он, как бы, мы автоматически начинаем ходить за ребенком, смотреть за ним, следить за ним, нам нравится за ним наблюдать. Потому что, когда мы были маленькие, мы вообще ни о чем не понимали. Нам не надо было зарабатывать, создавать семью. И сколько всяких проблем, они закрывали чакру. Чакра – это аккро. Что такое чакра? Это аккро, которое открывает сознание, помогает дышать. Инсульт – это то же самое, как чакра закрывается, да, то есть, ну, в голову не поступает, то есть, голова пустая, да, в голову не поступает кислород. Мы маленькие, это путь естественности и невинности. Мы растем, а окружающие люди недобры к нам, злы, обижают. И мы, как бы, переучиваемся на другое состояние, переключаемся. А раньше мы были невинны и абсолютно невинны, как сегодня на медитации. А во время медитации мы как будто бы возвращаемся к себе домой, мы становимся сами свои. Маленький ребенок, два-три года, он счастлив, он ни о чем не беспокоится. А потом мы, да, и мастер спрашивает, ну, почему же мы теряем это чувство? Утром мы начинаем работать, мы серьезно, скидотурщиками, и там тысячи людей работают с нами. После того, как мы возвращаемся домой, мы после работы немножко помедитируем, и мы возвращаемся опять в невинное состояние легкое. Потому что на работе там 12 часов в день, 40 часов в неделю, все, и мы уже серьезные, сосредоточенные, зашоренные. Да, и мастер говорит, что однажды, вот, ну, может случиться несколь. Нет! Для чего медитация? Она помогает восстановить и вернуться в состояние, в самый маленький жилье. Невинным образом. Утром мы надеваем костюм с галстуком. И вечером мы там принимаем душ, расслабляемся, говорим с женой и медитируем. Мы возвращаемся, и мы стремимся к этому состоянию невинности. И это таким образом восстанавливает баланс. Да, старое ощущение, когда мы были маленькими детьми, и ощущение, которое мы приобрели со временем, когда начали работать. И, допустим, вот вы думаете, вот я там хорошо с женой обращаюсь, а она собирается со мной разводиться, и вы жалуетесь друзьям. Вы сначала, ну, как бы, проверьте, действительно ли вы хорошо, ну, как бы, относитесь к жене, потому что может быть, что, ну, как бы, взгляд он такой односторонний, однопокий. И вы, допустим, думаете, что это ваша жена плохая, что она чего-то не понимает, не ценит. А вы медитируете, и вы проверяете, как бы, себя снова, где вы были неправы, что вы делали не так. Мастер объясняет, что такое медитация. Медитация, она поправляет все стороны жизни. Вы медитируете, и к вам приходят мысли, где какие проблемы в семье, на работе, где что-то не так. И очень важно, когда мы медитируем, делать это с чувством счастья. И когда мы счастливы, мы можем этим счастьем делиться с женой, с детьми, на работе. И люди, допустим, коллеги будут с вами работать, да, и для вас работать. И они не будут, да, заботиться, что они там перерабатывают, да. Они будут стараться помочь, угодить. Если, ну, как бы, да, сильно соскей оттачиваться, да, на чемпра. Да, соскей оттачиваться, там, на, не знаю, бизнесе, на потери денег. Мастер говорит, ну, попробуйте остановиться, успокоиться, выпить воды, помедитировать. И, ну, возможно, вы поймете, где вы оживаете, где это не так что-то. Если вы торопитесь, как будто, да, подгоняете, и вот отрикиваете, да, на учененных. Да, и вы как бы сами себя зажимаете. Медитация, если вы директор, то медитация поможет вам организовать большое количество людей под своим началом, потому что вы будете мудрым начальником. И, допустим, если ваш работник накосячил, вы не обрушиваетесь на него этим скандалом, а вы говорите ему, слушай, ну, смотри, вот ты испортил там что-то, да. Ну, как бы я понесу потери, ну, как бы я за это заплачу, но в следующий раз, пожалуйста, этого не делай. Мастер говорит, что, ну, учитель, например, со своими учениками может быть в балансе или нет, или муж с женой могут быть в балансе или нет. Но мы как бы не всегда оценить это, понять, увидеть или быть благодарными. И когда медитируем, мы начинаем переоценивать все то, что с нами произошло, где у нас были какие-то счастливые, удачные моменты. И мы благодарим Бога за все то, что Он сделал и привел нас к чему-то. И мы, и вот мастер благодарит Бога, что Он дал ему силу заботиться о классе, о группе людей. КОНЕЦ ТОНЕЦ Продолжение следует...